Повышение качества жизни сельского населения. В текущем году планируется газифицировать населенные пункты Очлисай и Олимпетовка. Появится детская школа искусства, а в двух поселках возведут спортивные комплексы. О перспективах развития жителям Кемпорсайского сельского огруга рассказал Аким Каргалинского района. Также о проведенной работе и планах на будущее отчитался сельский Аким. Безусловно, одним из важнейших направлений деятельности в глубинке является сфера сельского хозяйства. В Кемпорсайском сельском округе действуют 18 агроформирований. Общие площади пастбищных угодий превышают 26 тысяч гектаров. В прошлом году местные формирования засели зерновые культуры на 13 тысячах гектаров. Около 4 тысяч гектаров отведены под кормовые культуры. Это многолетние и однолетние травы. В личном подсобном хозяйстве жители сельского округа имеется 2157 голов крупнорогатый скот, коровы молочного стада 955 голов, быки и производители 533 голов, 219 голов свиней и 445 голов лошадей. По крестьянским хозяйствам наличие скота составляет крупнорогатый скот 300 голов, коровы молочного стада 215 голов, быки и производители 85 голов, свиньи 140 голов, лошади 15 голов. Всего по Каргалинскому району в прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции составил на сумму 34 миллиарда тенге. На 2,2 миллиарда тенге был обновлен машино-тракторный парк. Восстановлено около 3,5 тысяч гектаров орошаемых земель. Ожидается, что объем Каргалинского водохранилища в текущем году составит 140-150 миллионов кубов воды, что также поможет в дальнейшем развитии отрасли. По сельскому хозяйству я желал бы немножко улучшить помощь от государства, чтобы, например, ГСМ очень дорогой для сельского хозяйства, семена помогли бы. Вот в основном вот это там, а так вот там у вас, ну, только работать надо. По сельскому округу у нас развитие сейчас овощеводство пошло, вот там сейчас овощи выращивают, земледелие, земледелие многие, те, которые давно забросили земли, по новой там разрабатывается, обрабатывается, сеется, по новой все там идет улучшению сельского хозяйства. В целом по району наблюдается настоящий строительный бум. В прошлом году в Батамше открыли новую школу на 300 мест с интернатом на 70 мест. В райцентре завершается строительство двух двухэтажных домов и одного пятиэтажного. В общей сложности появится 78 новых квартир. В текущем году сдадут в эксплуатацию детскую школу искусств, а также начнется строительство спорткомплексов ангарного типа в селах Косистек и Петропавловка. В прошлом году, значит, мы начали газификацию села Ащелесай, оттуда, значит, в Олимпет. Именно подсоединение идет сельского округа Джушала. Значит, весной газ подключим отсюда, значит, газ пойдет в Ащелесай, далее в Олимпет. Значит, восемь населенных пунктов у нас крупных, восемь аульных округов, значит, будут газифицированы. У нас, значит, останутся только малые населенные пункты, которые в дальнейшем мы будем проектно-сметную документацию делать и также газифицировать. Большой объем работ ведется в сфере дорожного строительства. Асфальтируются улицы даже в небольших населенных пунктах. У нас есть свет, есть газ и вода. В целом, особых проблем по округу нет, но важно улучшать дорожную инфраструктуру не только в округе, но и по всему району. Капитальный ремонт будет, вот эти 30 километров, потому что сейчас уже заканчивается проектно-сметная документация. Очень большой проект, там на сумму где-то около 3 миллиардов выходит. Вот я думаю, государство, если должно поддержать, тогда, значит, от Батамши до Орской трассы. Ну, не такой асфальт, там 5 сантиметров, там будет капитальный асфальт. Уже, я думаю, если построить, на 20 хватит. Слово. Слово. Слово, я вот года два назад уже начали поднимать вопрос, проект, а то мы ямочный ремонт делаем, ямочный ремонт делаем. Каждый год одни и те же ямы. Слово, я ловил. Слово, я ловил. Слово, я ловил. Слово, я ловил проект. Слово, я ловил проект. Слово, я ловил проект. Сейчас область делает этот. Завершает уже проект практически. Я думаю, если мы успеем, то в этом году, если не успеем, в начале этого года уже начнется ремонт. Позитивные изменения не только в сфере дорожного строительства, но и в целом в социальном направлении, замечают жосолинцы. Здесь возвели новое здание сельского акимата. Благоустраиваются улицы. Планируется даже установка камер видеонаблюдения. К слову, всего в состав округа входят два населенных пункта – Кимперца и Жосолы. Здесь проживая 724 человека. Проблемы всегда немножко бывают. Просто они решаются. Но в зависимости от Акима района, от жителей села. И поэтому сейчас вот прям мы рады уже вот эти два года, когда у нас Жерасхан Куанышев появился. У нас село расцветает. Можно сказать, и жители рады. И рады тому, что работа идет. У нас и культурная работа ведется, спортивная. Открывается ИП. Поэтому много очень предприятий, крестьянское хозяйство. Что касается сферы здравоохранения, то в прошлом году было приобретено здание под амбулаторию в Петропавловке. Всего в районе функционирует одна райбольница с поликлиникой, шесть врачебных амбулаторий и семь медпунктов. Каргалинский край в числе передовиков по вакцинации населения от коронавируса. Ревакцина сейчас проводится тоже во всех наших амбулаториях проводится, в том числе и в районной поликлинике проводится. На сегодняшний день тоже ревакцинация очень хорошо идет. Люди идут осознанно. Конечно, имеются такие вакцинации, как Спутник Лайт, имеется Казвак, Синофарм и, конечно же, Файзер. Также идет вакцинация детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих. Имеется вакцинация Файзером. На сегодняшний день первым этапом вакцинировано 30%. Значит, первый этап вакцинации получили 30%. В том числе, да, Файзером, да. Второй этап – 25%. По уже сложившейся традиции, в завершении отчетной встречи актуальные вопросы кемперсайцы смогли озвучить главе района в ходе личного приема. Николай Сырбов, Жанна Дельсагиев, телеканал «Октюбе». Субтитры создавал DimaTorzok